Мы с Юрой приехали в Коско сдавать подстилку под ноги. Не подошла она нам. Точнее, Юре она не подошла. Она мягкая, но холодная, да? Ледяная. Сейчас будем сдавать в Коско. Почти нет очереди на сдачу. Сейчас, наверное, нас сразу уже и позовут. Всё, мы сдали коврик. Так. Ага, зашли в Коско. Вчера не всё купили, поэтому сегодня немножко надо купить. Тут продают дождевики за 20 долларов. Классненькие, между прочим. Вот этот прям симпатично выглядит. Вот смотрите, он надёж. Скидка. Скидка, скидка. Смотрите, на кроссовке 6 долларов скидка. И сейчас они стоят 24 долларов всего. Но они такие, ничего. Они удобные очень. Вот это вот Memory Foam очень удобные. У меня сейчас примерно вот такие же. В прошлом году их брали. Целый год хожу уже в них. Ничего, хорошо. Ну, я даже не знаю. Мне пока вроде не нужны. А, вот есть чёрные. А, есть чёрные? Есть чёрные, есть серые. А как чёрные выглядят? А, слушай, да. Они такие чёрные, чёрно-серые. Вот эти мне нравятся. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Не только на весь. На водку. Оу, оу. Скидка, да. Редуан, да. Смотрите, какие цены на водку. А, вот это, по-моему, это не водка, да? Почти, почти 2 литра водки. Скотч. 22 доллара. 2 литра водки? Ну, почти. Посмотрите. А чё это, к чему это они выставили, интересно? Такой товар сейчас? Посмотрите, Black Label 42 доллара стоит. Джонни Уокер стоит 20 долларов. Ну, пора чё. Можно устроить вечеринку. О, Биллис. Биллис за 19 долларов. 19 долларов? Да. 5 долларов скидка, да, сейчас? Как в Дитя Фри, да, наверное? Да, наверное, дешевле, да. Слушай, это настоящий же Биллис, да? Ну, да, да. Да, да. Как ты думаешь? Нам надо? Не, у нас есть. А, Кахула. Или как она? Кахула. Кахула, точнее. Пазлы больше не хочешь здесь? Хочу. Мы, кстати, собрали в National Park только тут 100 деталей. А у нас 500. А у нас 500. А у нас 500. Очень классный пазл, но мы его за 2 присеста собрали. Ой, вот этот, смотри, какой красивый. Мне прям нравится. Ниагарский водопад. Ниагарский водопад. Смотри, какой у вас. О, тысячи деталей. Симпатичный, да. Или вот Ментис тоже красивый. Да, классно. Что, не будем брать? Ну, мы не поняли. А, подожди, вот это что? Чья цена? А, это что-то другое. Ну-ка тогда посмотрим. Это вот это вот сама вот это что-то. Ну, поняла, поняла. Может быть, здесь есть цена от чего-то другого. Ой, смотри, Гарри Поттер тоже. Ну, без скидки. Так же, как у него брали. Значит, на пазлы, может быть, тоже скидки нету. Я вообще хотела клей посмотреть для этих пазлов. Но тут, по-моему, ничего такого подходящего для этого нету. Да, нету. Ладно, пошли. Зачем мы вообще пришли сюда? Подстилку сдать и подстилку тебе новую выбрать. Пойдем искать. Юра, ура! Нашлась ковриком под ноги. Как ты хотел. Вот только не белого цвета. Смотри, кто-то сдал, видимо. Кто-то, видимо, сдал. Возможно, да. Вот такой, он такой толстый-толстый. И он теплый будет. Синенький, да. Синенький нормально. Других цветов нету, кажется, да? Тут, во-первых, вот эти опять. Вот этот белый. Вон там белый этот. Белый только две штучки или три штучки осталось, и все. Там вот еще какие-то ковры есть. Но ты ковры, наверное, не хочешь. Смотри, какие мякушки. Они стоят 12,99. Он прям присасывается. А он потому что для ванны. Да, да. Для ванны. Это тоже для ванны, которые мы взяли, на самом деле. Да. Вот смотри, есть другого цвета. Да, но нет. Вот этот нормальный. А, хотя этот лечебный. Смотри, вот серый тебе подойдет или синий. Белый не смотри, да? Да. Я просто смотри, я его чистить не хочу. Я просто смотрю, какой он. Он мягенький. Смотри, он вообще какой приятный. Приятнее, чем тот. Да. И в нем меньше будет, мне кажется, пыли скапливаться. Мне тот больше нравится. Мне кажется, он теплее. Думаешь? Да. Ну, как хочешь. Смотри, он как цепляет грязь. Пыли, да. Но он как-то вот, он крепче потрогает. Да. Он такой... А, ну да, этот помягче, конечно. Это для ванны, для ног, чтобы приятно было. Да, он не будет сильно... Ну, классный. А фирма не та же самая? Да, та же самая. Поздравляю. Ну, вот написано. Ультра, плюш, вот это что вот? Парад. А, это ультра фреш, да? Разные. Ну, ладно, хорошо. Ну, короче, мне нравится то, что он... Он один остался, значит, это твой. Он будет, да. Ладно, бери. Вот этот комбайн, мы вчера смотрели, вот на него должна быть с 15 февраля скидка. Да, на 70 долларов. Точнее, это не комбайн, это миксер. Но к нему можно купить насадку, которая будет вот так вот резаться. Всяко-разно. Кубиками, не кубиками. Правда, насадка будет стоить 200 раз. Смотри, вот черный, серебристый и красный. И красный. Я думаю, что красный. Как ты думаешь? Красивый? Он сам поднимает, да? Да, он сам поднимает. А может быть, вот эта ручка поднимает. А, да, да, да. Да, ручка поднимает. Но это какой-то про, да? Это профессионал. Вот сейчас он стоит вот так, а потом будет на 70 долларов, если дешевле, да, стоит? Ну, классно. Подождем, не будем торопиться. Вчера мы не купили хлеб. Хлеб вот такой берем, да? Да, да. Он весь мокренький такой. Какой посвежее. Он весь свежий, да? Да, да. Просто какой-то прям мокрый. Мокрый не надо. А вот смотри, прям слухой. Не мокрый. Да, вот этот нормальный. И бейглы. И бейглы берем. Две штуки. Намазку какую-нибудь будешь брать себе? А, да нету. Ничего такого вкусного нет, да? Давай, бери бейглы. Я пойду гляну. А, ты думаешь, какие? Да, один такой, один такой. А, ты будешь кушать? Да. Ну, давай, бери. Бери, ты можешь двойной кушать. С тебя не это. Не прибавится. Пару лишь килограмм тебе не помешает. Кушай, дорогой. Такой раз не брали? Мы такой, я не помню. Мы вот такой брали. Такой тоже брали. Такой я не помню. Что, не будет брать? Что-нибудь хочется необычного, да? Шоколадный пудинг. А ничего нет. Шоколадный пудинг? Где? О, смотри, какие-то баночки, как для детей, да? А он только, может быть, детский есть. Веганский написано. Шесть штучек? Ага, стоит там 10 долларов этот пудинг. Крем, да, это какой-то, я не знаю, это какой-то французский крем. Это что-то сладкое, мне кажется. Ну, попробуй. Говорят, что они неплохие. Они не творожные, они йогуртовые. Но если только вы их будете кушать, то, может быть, вместо сладкого к чаю? Нет, у чая у нас достаточно. Один, да, он, видимо, очень сладкий. Сколько тут ингредиентов? Сахар, да, сахар у него на... В смысле, 150 калорий в капли. Я и говорю, он такой нехилый. Одна штучка, 150 калорий. Ну, не в калориях дело, просто вы будете, если вы... Потому что я-то одна столько не съем. Я бы съел парочку. Ну, ты парочку, может быть, Максим съест парочку. Да. Дети, может быть, попробуют съедять парочку. Так и съедим, да? Если хочешь, можно для разнообразия взять. Ну, ладно, давай. Попробуем, хотя бы убедимся, вкусно это или нет. Тем более, давай попробуем. А что там в ингредиентах в этом салате? Вот такой большой, слушай. Кинуа, огурец, помидоры, какие-то бобы, красный перец. И, значит, дальше уже соус, лимонный суп. Выглядит неплохо. Да. Че, возьмем? Давай возьмем. Давай возьмем. Причем одинаковая, примерно, цена на него. Тут много, он такой тяжелый, 2лб. Да. Килограмм става. Это будет 6 с чем-то, да? Да, 6 долларов примерно. Нормально. Ты видел такую красоту? Это типа равиоли, да? Да, это равиоли. Посмотрите, какая прелесть сделана в виде сердечек. Двусторонние. А красные и желтые. О, какая прелесть. С сыром, короче, варенечки. Да, 10 долларов. Сколько? 10 долларов. Вот они заморачиваются. Даже без 100 Валентина вот такую штуку сделали, да? Да. Скидка на турки. Можно взять. Скидка на турки. Вот, смотри, она, видишь, price per pound. Да, но это под штурки. Это под штурки. А там тоже три. Там хэм. Там хэм. Вот посмотри, вот хэм. Вот 5.49. Хорошо, иди сюда, я тебе покажу. А, это сюда, кстати, принесли. Вот. Price per pound. А, 4. Видишь, это турки. Да, только потому что не нарезанная. Не нарезанная. На целых 2 доллара дешевле. Ну, как хотите. Мне не сложно нарезать. Нет, ну так тоненько постоянно. Так тоненько нет, наверное, я не смогу. Давайте тогда возьмем, какую вы хотите. Вот такую? Да, на скидке. А тут, кстати, вот это вот что? Это хэм, да? Это вот то, что мы сейчас взяли. Ну, давай, бери какой-нибудь. Хочешь, бери эту, Columbus. Да, да, да. Хочешь, бери Кёркланд. Кёркланд сейчас чуть дороже выходит. Ну, бери Коламбус. Да, да, мы её пробили в прошлый раз. И на них сейчас скидка на вот эти штучки коки. Прикольно. Есть с клубникой, шоколадные и какие-то белые. Стоят они сейчас 7 долларов, стоили 9. А, 3 таких, 3 таких, 6 таких. Ну, детям-то, конечно, понравится. Порционно. Ну, это, кстати говоря, такие штучки классе школу на перекус. Да. А вот тоже мы видели в этом в Коскорбизнесе. Ну, вот мне кажется, конечно, вот это не очень. Эти вот просто трубочки, вот такие у нас и в Казахстане были. А, вот смотри, кожа рыбы. Кожа рыбная кожа. Мы, кстати, её пробовали, она вкусная. Да, прикольная. На любителя, конечно, тот, кто любит рыбку. 12 долларов. 12 долларов за кожу рыбы. Вот это вообще я не понимаю, что это. Это вот такие вот, смотри, вот, рыбки анчелы. Они ещё с орешками тут что-то, смотри. Не с орешками, да, там, вот смотри, это кешью. Это ещё какой-то орешек. Это алманд этот, как его, миндаль. Да, вот здесь вот. Миндаль и вот эти рыбёшки. Это под пиво, что ли? А, вот, в смысле, вот это под пиво. Вот кальмары, да? Да, тоже к пиву. Ну, интересно, интересно. Это тоже рыбья кожа, но так она не стоит столько пешей. Нет, это не рыбья кожа, это что-то. Васали? Да, это вот что-то, возможно... Это водоросли? В водоросли, да, но они в кляре. Васаби и соевый соус. Вот в таком кляре. Мы такие тоже пробовали. Вроде да. И вот эти, кажется, мы пробовали. Да. Ну, всё такое вкусненькое, конечно. Бредненькое. Нам вообще-то нужны наггетсы. Надеюсь, здесь они будут, наши наггетсы, потому что с этим периодически возникают проблемы. Наггетсы пропадают из вида. Слава богу, вот они, наши наггетсы. Не то, что я их хотела. Да, они приготовлены уже. Но я всё равно их... Там написано, что в эрбрайре надо всё равно там сколько-то минут жарить. Потому что они замороженные. Я ещё не готова детей кормить замороженной. Замороженное мясо хоть и готова. Да, давай вот этот сахар возьмём. Сколько он стоит? 6 долларов. 6 долларов. Тут сколько? Почти 5 килограмм, да? 4,5? 4,5. Окей. Давай попробуем найти всё-таки кокосовое молоко. У меня уже это, навязчивая идея. Смотрите, какая новость. У нас это японский майонез. Две упаковки майонезика стоит 5,79. Чем он примечателен? Очень мало ингредиентов в нём. Но мы майонез почти не едим, поэтому брать его не будем. Так, всё, мы идём на кассу. Может быть, это было на селф? А, или у нас бейглы, да? Да. Окей. Тут у нас купили то, что не доставало у нас. Сейчас мы ещё в русский магазин заедем. Это я, видите, припарахлилась дома ходить. Штанишки и кофточка. Пришли в русский магазин. Приехали, точнее. За гречку, кукурузные каши и пельвенями. Сейчас добудем. А, это 2 дня. Кукурузная. А ты сколько грамм? 700 грамм тоже. Тут 700 и тут 700, да? Вот эту бутлю я брала, она хорошая. И она, в принципе, вот такая крупненькая. Вот в мультиварке её хорошо варить. Да. Так, гречка. Мне кажется, гречку надо побольше взять. Вот это вот... Вон, кукурузная гречка. Слова граммовая гречка. Ну, не до такой степени нет. Полтора килограмма бывает гречка. Увелка бывает. Вот три есть. А, это не пять, а три. Пять стоит 20 долларов. Вот есть три килограмма за 15 долларов. Вот это? Да, вот три килограмма. Может, нам сколько надо гречки? Сразу? Полтора килограмма. Сколько стоит? Полтора килограмма, не вижу. А, так она стоит по-разному. Вот эта гречка, по-моему, стоит... Здесь сверху. Три пятьдесят. Здесь восемьсот грамм. Вот, смотри, есть гречка килограмма. Четыре девяносто девять. Вот это выгоднее, да, получается? Или сколько? Двенадцать долларов, я сказала, она стоит. Три килограмма? А, это восемьсот грамм, да? Да, и тут три пятьдесят она стоит. Сейчас думаю, рис взять. Вот этот я брала для плова. Неплохой рис. Можно, наверное, в принципе, и вот этот взять. Рис тоже. Не знаю, какой рис взять. Вот этот, может быть. Ой, вот этот вот. Вот что знали. Для плова. А вот этот сколько рис стоит? Круглозерный. Пять долларов. Пять долларов. Это четыре доллара. А тут полтора килограмма, да? Да, почти в два раза больше. Вот это выгоднее. Но на плов я не знаю, насколько он хороший будет. Обычно пишут сзади рецепт, что можно из него приготовить. Ты видишь где-нибудь рецепт? Нет. А вот это вот что-то на казахском, да, прямо написано? Слушай. Да. Рис, способ приготовления. Ну давай этот возьмем. Надо просто, чтобы варить его недолго. Пельмешки, пельмешки, наше все. Давай две возьмем. Две? Ну, в принципе, я брала в прошлый раз и другой фирмы. Как они назывались? Такие. Вот эти вот мелкие. Вот такие, да, вот в Сибири. Да. Можно их взять. Давай вот эту одну возьмем и две таких. Давай. Сибирские можно взять. По-моему, говядина и свинина вместе. Да. Потом. Все, одни такие. Говядина, свинина, да. Да, свинина, говядина. А где кто-то говядина? Хорошо. А он у тебя фиолетовый-то с чем? А, в один? Да. Такие я не брала. А, это куриный и говядина. Курица и говядина. Привет. Ну, что это? Наверное, нормальный даже. Давай попробуем. Давай попробуем. Да, 8,50. Ты, погляди, в русском магазине мы нашли торт, который мы ели из Икеи. Который мы брали в Икеи, да. И, по-моему, в Икеи брали его около 9 долларов. Нет, он, по-моему, 6 или что-то. Он такой, он дешевле так стоит. Ну, естественно, здесь наценка своя есть. Наполеончик. Да, Наполеон 12 долларов стоит. А вот киевский. Помнишь киевский торт? Я не ел его. Да, ты ел, наверное. Вообще, это такой популярный торт. Что еще тут есть? Тоже Наполеоны разные. Ты какой-нибудь тортик хочешь? Да, я хочу вот этот Наполеон. Не знаю, если он такой внутри, то да. Он такой, наверное, внутри. Можно вообще спросить у них, какой самый вкусный здесь Наполеон. Наверняка они уже пробовали. Хорошо. Мы взяли Наполеон попробовать в русском магазине. За 12 долларов, да? Да. Ну ладно, бери. Я вот только, подожди. Дата нормальная у него? Я хочу, да. Вон тот там. Какой дальний? А это просто замерз, да? А дата, кстати, где дата? Дата должна быть где-то. Сегодня у нас на ланч. Супа сегодня нет. Супа сегодня нет. Наша вчерашняя баранья. Остатки салата. И вот это мы купили в Коско. Мы уже попробовали такой вкусный салат. Скинула. Как открылась? Вове пришла какая-то посылка. Вот, видишь, внизу? А, вот. Надеюсь, что я отравлю. А, нет, нет, нет. О, что это? Я не знаю. Так. Вот кого это? Happy Holiday. Keep reading. Это кто-то тебе какую-то посылку прислал? Mrs. Chang. Да? Да, здесь написано. А, Mrs. Chang. А, это она тебе подарочила, что ли? Я, кажется, она забыла здесь палочку взять. Наверное. Давай. Вау. Вау. Писала. Ну-ка, покажи, что там. Так, я, кажется... Это подарок. Это подарок, да, миссис Чем прислала. Что-то тебе... Это книжка, наверное, какую-то. Да, я уже чувствую книгу. Ну, ты открой целиком вот это. What? What? I will go. Не знаю. No. Это учительница по-английскому, да, прислала тебе? Mm-hmm. And I saw it. Keep reading. Да. Ой. Ой. Аккуратно, пожалуйста. Ты откуда? Ну, давай. Вот так вот, взрывай это вот. На. Вытаскивай. Ну, классно. И фигелый доги. Классно. Так назвать. Какая милота. Ты рад? Да. Супер, да? Да. Вы посмотрите, что мы делаем. Мы тут склеиваем пазл. Посмотрела в интернете, как это делается. Берется клей ПВА, вот так вот размазывается по пазлу. Смотри, он попадает. Да, он должен туда и как раз и попасть. И, по идее, на утро все будет готово. Картина наша будет готова. Пробуем торт из русского магазина. А чье производство этот торт вообще? Ммм, он такой. Он менее сладкий. Вроде бы. Ммм. Ммм. Он такой, наверное, сладкий. А между прочим. Медовый хлопья как будто. Да, и он здесь вот там. С огущенкой, небось. Да? Да, возможно. Но консистенция мне нравится. Он как бы вкусный и коржи не размягшие. Не резиновый. Ммм, потому что ты крем не заварной. Да? Да, сможно. Вот, крем очень сладкий. Нормальный. Не наоборот. Очень сладко. Чего крем сделан? Так. Торт Наполеон классический. Состав. Дофига тут состава. Слишком много ингредиентов. Это вот такая фирма. Вот это все состав. Мирель. Мелким человеком. Так. И непонятно. Ну, торт, с секретом, не заварной точно. Изготовитель Челябинск. Челябинск? Ничего себе. Российский торт, да? Угу. Ну, тесто мне нравится. Да. А вот прям сладкий сильно. Прям очень. Класс. Прям очень.